На очередном планенном совещании был рассмотрен широкий перечень вопросов. Первый вопрос в повестке дня касался санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Кашхабрского района. Доклады по этой тематике по традиции главе представили начальник отдела по делам ГОИЧС Николай Зверев и начальник отдела Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея Шовгеновского и Кашхабрского районов Жанна Бжецева. За неделю у нас произошло увеличение роста зараженных на 22 человека. По сравнению с прошлой неделей также у нас уменьшилось количество больных. На сегодняшнюю дату 57 человек, на прошлый понедельник у нас составляло 69 человек. У нас в районе не наблюдается серьезного роста числа новых зараженных коронавирусом, составило 22 человек. Новые заражения зарегистрированы у нас на территории Кашхабрского сельского поселения, 10 случаев. У нас просто семейный очаг, где заболевших 5 человек, поэтому такая цифра вышла. В Чепсинское сельское поселение 4 случая, Майское сельское поселение 2 случая, Вольнинское 2, Натербовское 2 и Ходзинское 2 случая. Среди новых заболевших 54% это пациенты в возрасте от 18 до 45 лет. 31% это 46-65 лет, 4% у нас 66-79 лет и старшие 80 лет на 9%, а детей не зарегистрировано. На 5 октября в Кашхабрском районе у 402 человек диагностирован коронавирус. За весь период в районе выздоровели 338 инфицированных, что составляет 85% от общего числа заболевших. Стационарное лечение продолжает 9 коронавирусных пациентов, еще 48 на амбулаторном лечении. За предыдущую неделю у нас в образовательных учреждениях района не зарегистрировано ни одного случая заболевших среди школьников. Все учащиеся дошкольных и школьных образовательных учреждения учаются в обочном режиме. В режиме видеоконференц-связи о проводимой прививочной кампании в организациях района доложил главный врач Центральной районной больницы Заур Хашев. Совместный доклад глав сельских поселений был посвящен организации и проведению осеннего призыва. По-прежнему основным вопросом остается оповещение граждан. Глава района призвал усилить работу в данном направлении. На планерке обсудили работу по достижению X-матрицы, подготовку к осенне-зимнему периоду отопительного сезона, поступление налоговых и неналоговых доходов в районы бюджет и бюджеты поселений, а также поступление арендной платы по землям сельхозназначения за 2020 год. Начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов в своем выступлении рассказал о мерах по недопущению выжигания пожневных остатков после уборки кукурузы. В районе завершается уборка кукурузы при пламе 6214 гектаров, на сегодняшний день убрано 5906 гектаров, что составляет 95%. То есть на сегодняшний день остается не убранными 380 гектаров, это на Требовской, Болинской и Ходинской сельской областями. Средняя урожайность кукурузы составляет 60 центов, что почти в два раза больше, чем в прошлом году, по сравнению с 31,7. Валовый сбор составил 35 152 тонн, но уборки кукурузы были задействованы, значит, около 40 единиц уборочной техники, которые были оборудованы измельчительными поживных остатков, в связи с чем необходимости выжигания поживных остатков не было. Несмотря на это все, некоторые фермы все равно выжигают стены, в связи с чем проводится постоянная профилактика по недопущению выжигания, то есть проводятся рейды и предупреждения. В этом году было составлено по уборке кукурузы два протокола. Кроме уборки кукурузы было также убрано в районе, значит, Яровых культур, подсолнечник 9 179 гектаров, средняя урожайность составила 21,2, валовый сбор 19 460 тонн, соя 288 гектаров, средняя урожайность 18 центнеров. Также хотелось отметить, в этом году мы проводим уборку плодовых культур, это Аграды Гея, 17 гектаров, на сегодняшний день собраны 10 тонн яблажа. Фермы приступили к севу озимых колоссовых культур, на сегодняшний день в районе уже посеяно, значит, 874 гектара вичменя и 720 гектаров пшеницы. Обеспеченность семенами на сегодняшний день фермы 100%. В районе достаточной сельскохозяйственной техники для сева в оптимальные сроки озимых колоссовых культур. В завершении планерки Заур Хамирзов подвел итоги работы совещания, поставил перед его участниками конкретные задачи и обозначил сроки их выполнения.